Всем привет! Сегодня такое спонтанное, незапланированное видео о культуре ухода, обслуживания за автомобилем. Ну, как вы видите, тут немножко поднеслось. На самом деле, все начиналось с того, что я хотел просто снять бампер, поставить его на место, там чуть-чуть подвывернул. Потом уже думаю о ПТФ-ке почищу. Тут уже и дефлектор снял и, короче, дошел до самого интересного, до радиатора. Собственно, о чем видео? Видео о том, что радиаторы необходимо чистить. У нас есть радиатор кондиционера, под ним есть радиатор основное охлаждение. Радиаторы между собой стоят очень близко. Соответственно, соты там, соты там. Все это протягивается воздухом, пылью, пухом и так далее. И между радиаторами образуется слой грязи. Грязи, пыли, валенка. Вот мои коллеги-айтишники дали название аналогичному синониму термо-хомяк. И я думаю, что тут, наверное, такой термо-енмод там просто образуется. Короче, к чему я это все? Я только снял дефлектор. Сейчас я хочу это просто все вымыть для себя. Моя машина во дворе. У меня есть инструмент. Мне нужен будет компрессор, мне нужна будет вода, чтобы вымыть соты. Опять же, есть теория, я ее придерживаюсь, о том, что перед тем, как мочить радиаторы, замачивать его какой-то специальной жижей, химией, их нужно сначала продуть. Потому что вот в этих вот сотах и так все забито. А мы сейчас это еще, если сначала водой будем работать, размочим. И там, короче, вообще потом это собьется, и это будет бесполезно. Собственно, к чему я это все, и в чем такая необходимость, или, не знаю, крик души. Раз в год, раз в два года эти радиаторы забиваются очень прилично. Радиатор охлаждения, радиатор кондиционера, особенно в летнее время, это кроме теплообмена, это еще и работа вашего кондиционера. Насколько он будет холодным дутьем. Если знаем, что здесь тепло, он должен охлаждаться, тогда у нас будет холод. Ну, если абстрагироваться, да, фреон там и все дела. Вот люди, к сожалению, об этом забывают, о том, что это на и мы. И иногда жалуются на то, что вот летом вентилятор охлаждения вообще не выключается. Машина что-то не едет, расход. Вы понимаете, да, что может быть система BMW, система охлаждения, она с этим справится, она вывезет, она продует. Там, я не знаю, какие-то, ну, все-таки немцы что-то, они там подумали, да, об этом. Вот, но даже ей это достаточно больно и неприятно. То есть, нету нормального теплообмена. И это что? Это у нас повышение ресурса мотора, собственно, перегрев всех узлов, преждевременное старение масла, если так абстрагироваться, да. Ну, и, в принципе, как бы летом нештатный режим работы. Это можно сравнить, вот, я не знаю, вот у меня сейчас походу аллергия на что-то, вот заложен нос. И вот тут примерно то же самое. То есть, у вас, если заложен нос, то вы, наверное, вряд ли себя хорошо чувствуете, у вас какая-то каша в голове. Вот здесь, в машине, абсолютно все то же самое. Учитывая, что конкретно эта модель еще и с коробкой автомат, охлаждение масла в коробке автомат также проходит через основной радиатор, практически на всех автомобилях, где нету отдельного вот такого вот радиатора, это радиатор Гура, нам его мыть нет особой необходимости, то засранный радиатор на нарушение теплообмена также будет нам вести к уменьшению ресурса работы коробки автомата и к ее некорректной работе. А теперь, чтобы не быть особо голословным, я попробую продемонстрировать некоторые моменты. Вот они, бутерброд, грязь, вот прям видно, да, что там вот, вот прям грязь. А это радиатор, господа, это соты радиатора. То есть, ну вот, совершенно так не должно быть. Да, если присмотреться, видно, что тут, да, соты мяты, но тоже они забиты все. Очень прилично. Вот я сегодня снимаю в одно рыло, поэтому буду пробовать это делать самостоятельно. Вот смотрим. Вот видите, тоже есть куча разной грязи, всего ненужного. Чтобы доказать свои слова, я сейчас возьму воздух, возьму компрессор и вам покажу, сколько там лишнего добра, мешающего нормальному теплообмену. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Ну что ж, уважаемые автолюбители, я думаю, увиденного вам должно быть вполне достаточно для понимания того, о чем я говорю, да? Вот, но поскольку там есть еще мусор, и в идеале нужен длинный ершик, ну как для мойки бутылок, чтобы почистить между ними. Ну, я сейчас попробую с руки показать вам, что находится еще между радиаторами. Ну, вот такой вот как. Вот его, кстати, пытается выбивать. Вот, представляете, если сейчас это все дело начать мыть, то вот это все просто скоксуется в сотах, и теплообмен лучше от этого не станет. Вот. В принципе, чуть-чуть видно то, что творится непосредственно между радиаторами. Вот, не хочет камера нормально фокусироваться. Вон они, вон они, ошметки. Вот это все. Можно либо очень долго выдувать воздухом, либо взять ершик, как я уже сказал, и почистить им. Так, ну, я продул сколько мог, на меня соседи уже поломбили охоту из-за шума компрессора и из-за столбов пыли. Вот. Ну, и теперь финальная стадия, теперь это все можно промыть. Для промывки мы будем использовать средства Ликвимоли, очиститель наружной поверхности радиатора. Опять же, день рекламы, просто, как вы, наверное, могли заметить, я очень люблю фирму Ликвимоли и, собственно, этой фирме доверяю ход за своим автомобилем. Вот. Ну, по инструкции мы это средство распыляем на поверхность радиатора, ждем 2-3 минуты, промываем струю воды. Вот. Ну, давайте теперь пару крупных планов, чтобы заполнить состояние поверхности радиатора перед промывкой, потому что средство, на самом деле, волшебное, оно превращает потом радиатор вообще в состояние нового. Смотрим на переднюю часть, здесь мы видим, что прежний хозяин почему-то решил, что радиатор кондиционера должен быть черным. Сейчас часть краски пообсыпалась, пока я продувал ее. Ну, в общем, так, я думаю, 7-8 состояние запомнили. А теперь внутренняя часть радиатора охлаждения. Ну, собственно, я думаю, тоже, в общем-то, по состоянию, по цвету, ну, наверное, все достаточно понятно. Напомню, автомобиль 2004 года, радиатор охлаждения есть предположение, что заводской. так, ну, я думаю, 2-3 минуты прошло. Мы будем теперь это все дело помыть. так, ну, это все дело помыть. Так, ну, это все дело помыть. Так, ну, это все дело помыть. Ну, что ж, я промыл радиатор. Вот, в принципе, можем видеть результат. Общий результат еще не виден, потому что радиатор еще прилично мокрый. Вот, я, в принципе, теперь вижу, что у меня радиатор кондиционера оригинальный. До этого я этого не видел. Вот, собственно, передний. Да, тут где-то есть еще камушки, но эзотерикой заниматься не будем, их вытаскивать не будем. Вот, ну, я считаю, что я результатом доволен. Вот, столько воды мне на это все ушло. Так, ну, что ж, уважаемые подписчики, пожалуй, финалочка. Процедуру я закончил, я процедурой доволен. Я ни в коем случае вас не призываю покупать домой компрессор, заниматься вот этим вот тем, бесить соседей. Ну, нет. Но, я вас прошу, если вы любите свои машины, я думаю, вы любите свои машины, иначе бы вы не смотрели подобные ролики, проделывать аналогичную процедуру. Сейчас вообще, наверное, редкие случаи, когда я это скажу. Не думаю, что в последующих видео вы это будете слышать, но проделывать эту процедуру на автосервисе. Ездить к специальным ребятам, у которых есть оборудование, если у вас нет возможности сделать это самостоятельно, или на шиномонтажах, которые заправляют кондиционеры, у ребят тоже есть компрессор, и ёршики, и всё, чтобы прочистить вам радиатор. В принципе, это стоит дешевле, чем на сервисе. Результат тоже вполне хороший. Ну, что ж, я вот слышу, мне машина говорит спасибо за это, и я надеюсь, что ваши машины вам тоже скажут за это спасибо. Не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайк. Самое главное, забыл сказать, для того, чтобы провести эту процедуру на сервисе, на шиномонтаже, в домашних условиях, не обязательно всё разбирать. У меня просто по случаю, потому что я полез ставить бампер на место, на самом деле откручивается два болта крепления радиатора в 80% машин. Отодвигается, раздвигается этот бутерброд и вполне возможно может провести достаточно легко чистую радиатор. Поэтому не надо этого бояться, на шиномонтаже эта процедура занимает 20-25.